Историк, краевед, писатель Александр Суворов представил брестскому читателю новую книгу. Презентация прошла в Брестской городской библиотеке имени Пушкина. Сюда пришли люди, увлекающиеся не только литературой, но и историей, в особенности историей своего родного города. Книга носит название «Брест-1000. Истоки, судьба, наследие». В ней собрана вся документальная хроника древнего Берестия. Такое цельное иллюстрированное повествование, опирающееся на многовековую историю города над буком, создана впервые. Автор идеи, концепции и текста брестского фолианта Александр Суворов. Книга достаточно документальная, и если мы себе позволяли какие-то трактовки или версии, то опять-таки, опираясь на источники какие-то исторические, нет там легенд, нет там никаких глин и так далее. Эта книга построена на фактах. То, что мы смогли найти. Проблема в чем заключалась? Все эти источники разбросаны, часто вне, за границей находятся, по всему миру. Тут есть иллюстрации, которые мы покупали в библиотеке Конгресса США. Брест за тысячи лет своего существования 12 раз находился в составе разных государств. Только в 20 веке в пяти. Потому и сложность работы над документальной книгой состояла в том, чтобы найти разбросанные по миру записи и упоминания, в которых говорилось о городе. Автор отмечает, все, что мы смогли найти, собрано в книге. История должна быть объективной, она не должна иметь подманов, она не должна бояться правды. И относно правды, он описывает все трагичные подеи, которыми было охоплено верося. Незалежно от того, с какого боку, кем створены эти подеи. Это открытая, ширая и правдивая история. Ее нам не хватает. Издание разделено на пять тематических глав. На 320 страницах расположились красочные иллюстрации, документы, информативные вставки и сноски с переводом на английском языке. В книге научный подход и приемы качественной балетристики разумно сбалансированы. Над произведением трудилось большое количество людей, краеведов, историков, переводчиков и многих других. Эта книга станет своеобразной основой для исследователей следующих поколений. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.